Народный десант Народный десант Алена Чепкасова и Софьи Горбуновой А также с руководителем проекта Народный десант Председателем Алтайского регионального отделения Молодежной ассамблеи народов России Мы россияне Ксении Поповой Девушки, здрасте Добрый день Давайте познакомимся с таким проектом Как Народный десант Ксюш, ты как руководитель Расскажи историю создания И вообще цель Народный десант у нас появился Буквально недавно Первый выезд у нас проходил с 19 по 21 ноября Но идея этого проекта появилась Практически год назад В прошлом декабре Тогда же, когда мы запускали проект Волонтеры дружбы в Алтайском крае То есть чем мы занимались Мы обучали наш волонтерский корпус Обучали истории Конфликтологии Межнациональному взаимодействию Тому, сколько у нас этносов Проживают на территории страны более 190 В крае более 140 И учились на практике То есть мы разбирали какие-то элементы Культуры, традиции, обычаев Это народные игры, народные танцы И знакомились вообще с национальным колоритом И мы решили вот эти вот знания Транслировать дальше школьникам То есть мы обучились сами И поехали обучать дальше ребят А почему именно немецкий район был первый? Ну потому что у ребят там уже есть Некая сложившаяся этническая идентичность То есть когда с ними разговариваешь Они уже имеют представление о том Какой национальности они себя относят И поскольку немецкий район Он сам по себе очень такой колоритный И там как раз вот эта вот Этническая идентичность проявляется Нам было интересно именно с этими ребятами Сначала поработать То есть это был пилотный выезд Который у нас всего три дня продлился Два населенных пункта было В дальнейшем мы планируем расширяться И расширять, увеличивать количество дней И конечно выезжать в другие районы края Но пока вот первый выезд был в немецкий национальный район А как набирали волонтеров к себе? То есть откуда они? Волонтеры у нас те, кто проявил интерес Именно к межнациональной тематике Изначально мы открывали регистрацию На ИС Молодежь России Ну и в принципе, скажем так Весь костяк, который у нас сложился Это уже активные ребята Которые были задействованы в общественной работе В той или иной сфере Но кому интересно именно межнациональное взаимодействие То есть его особенности И поэтому мы вот сами обучились в марте-апреле этого года У нас было два блока обучения Ну и вот сейчас у нас из того проекта Вытекают уже следующие Вот один из них как раз-таки Это Народный десант Вы были несколько дней в селе Гришковке И Кусаке Алена, давай с тобой поговорим Ты как участница проекта Народный десант Расскажи свои эмоции И как взаимодействовала и работала с детьми Вообще можно сказать, что о Народном десанте Самой идеи я узнала одна из первых Ксюша со мной поделилась И это было очень классно То есть уже заранее так загорелись глаза Хотелось поехать, познакомиться с ребятами И вот все ожидания оправдались Мы играли в игры До того, как начали играть в игры Мы играли в русские народные игры В немецкие игры И в татарские игры Вот каждая из нас представляла Одну или даже больше игр как раз-таки Вот Все очень классно прошло Ребята по итогу подходили Обнимались с нами Просто потом вечер Мы сидим уже в номере отеля И нам начинают в инстаграм писать Просто мы об этом не просили А они пишут И они прям такие довольные Такие благодарные И это классно Мы просто поняли, что еще надо ездить Софья, расскажи В каком направлении с детьми работала ты И поделись эмоциями У Алены там все захлестывает Да, эмоции исключительно положительные Потому что ребята очень активные Очень позитивные Они зарядили нас своей энергией И можно сказать, что из-за этого хочется работать Еще больше и дальше Мы проводили различные тренинги для ребят Кроме игр Я рассказывала про историю культуры Алтайского края О том, как зародился наш регион О первой промышленности О первых учебных заведениях О знаменитых, известных людях Как дети реагировали? Они уже были с кем-то знакомы? Или это для них было что-то новое? Открытие такое? Многих известных людей Они уже где-то видели Что-то, может быть, читали Поэтому им было интересно увидеть их портреты Они узнавали, говорили Да, я знаю этого человека Также про историю могу сказать Что многие факты они не знали И после этого Когда у нас была такая рефлексия своеобразная После мероприятия Они говорили, что было очень интересно узнать И услышать что-то Ксюша, ты как руководитель проекта Расскажи, как вы подготавливаетесь К поездке в тот или иной район То есть на что обращаете внимание В первую очередь Какими там, может быть, определенные игры подбираете Проблематику, может, какую-то прорабатываете Но изначально у нас была идея такая Что мы хотим и часть делать Образовательные лекционные программы И часть практики То есть сначала мы в теории хотим выдать О национальном составе России Края, об истории Немного о конфликтологии То есть какие-то базовые тезисы И потом мы уже переходим к практике Практика тоже в том числе и по конфликтологии И по актуализации этнической идентичности Когда мы рисуем символы своего народа Представляем его на так называемой ярмарке народов И народные игры Но поскольку сейчас в нынешних сложных условиях Нам не удалось, наверное, полностью раскрыть всю программу То есть, во-первых, не такое достаточно большое количество ребят Во-первых, было Во-вторых, не столько у нас по времени Сколько вообще изначально планировалось То у нас немного программа была такая сокращенная Но в дальнейшем, вот к следующим выездам Мы планируем, во-первых, расширить программу Потому что еще у наших ребят, которые вот тоже в нашем корпусе Занимались тоже вместе с нами подготовкой У них есть классные идеи Которые тоже хочется воплотить в жизнь Наверное, сейчас не буду раскрывать Одну тайну Одну тайну Одну тайну Вот, наверное, Соня тоже как раз может сказать У нас есть идея по народным театрам Так называемым Да, вот как раз Это, наверное, идея на будущее То, что хотелось бы воплотить в жизнь Ну и еще есть некоторые идеи, которые тоже хочется дополнить в программу И еще хочется в дальнейшем проработать С этнокультурными объединениями в районах Потому что помимо школьников, конечно, есть взрослые наши коллеги Которые занимаются этим вопросом в районах И хочется с ними выстроить Постоянную систематическую работу Чтобы мы смогли подключаться в дальнейшем на их какие-то мероприятия Возможно, как-то организационно помогать Интересно Соня, ну раз уже Ксюша рассказала, да, немножко приоткрыла, так сказать, кулису Расскажи, что за театры и что подробнее вы хотите сделать? Пока что подробного плана работы нет, конечно же Но все же есть такая идея о том, чтобы выезжать в различные районы И, конечно же, у каждого народа в районе есть свои сказки Свои какие-то предания, может быть, булины И они передаются из поколения в поколение И, конечно же, это хочется сохранить представителям народа И ребята, чтобы это были и взрослые, и дети Возможно, все желающие Чтобы они рассказывали какую-то сказку А приезжали люди, которые могут провести тренинги Больше театрального характера То есть театральный и межнациональный И чтобы эта сказка была поставлена В театральной постановке Сильно Это что-то из грандиозных планов Ну, дай бог Давайте немножко перейдем от теории к практике Знаю, что вы, когда ездили к детям, проводили там какие-то игры Давайте вот здесь, может быть, какая-то менее активная игра Без ходьбы, если есть в вашей обойме Давайте пробуем что-то как-то сыграть во что-нибудь Давайте, давайте попробуем Да, как раз есть немецкая игра Которая такая не очень подвижная Да, и которую можно даже сыграть сидя Отлично Есть всего три числа, которые мы используем Давайте я побуду немножечко ведущим Пожалуйста Да, когда мы говорим три Точнее, когда я говорю, мы показываем вот так вот Это три, да? Когда я говорю тринадцать, мы ручки поднимаем наверх Когда я показываю тридцать, руки в боки Да, и все И теперь я называю числа в любом порядке Кто первый ошибается, тому дальше Так, еще раз давайте правила повторим Право проведения Три мы вот так показываем Да, тринадцать мы руки поднимаем Да, и тридцать вот сюда Понятно Ну что, готовы? Давайте Три Тринадцать Тридцать Тринадцать Три Тридцать Вот Следующий Я зацепился Ну Вам переходит право проведения А, то есть я могу даже собрать свою роль ведущего Да, да И выигрывает тот, кто ни разу не ошибся Внутри нашего круга Шикарно Ну давайте, пока вы у нас профи, да? Завдатели этих игр Давайте я вас проверю Тринадцать Минус один Вот Саня выиграла Двое в финале осталось Готовы? Да Тридцать Три Тридцать Три Тринадцать Семь А, не готовы Да Ладно То есть больше игры направлены именно на Такую мыслительную, да, деятельность И в то же время Игровая Ну это, кстати, не все Вот мы сидели друг с другом Уже тоже рефлексировали после мероприятия Что в играх отражается все-таки Вот какой-то народный дух Мне интересно было Например, я проводила немецкие игры Там вторая игра тоже была Кратенько расскажу механику Она тоже достаточно просто проводится Выбирается ведущий, который Назначает всем роли, касаемые ярмарки То есть это могут быть предметы, животные Люди, кто участвует в ярмарке И он рассказывает, да, просто вот Что ему придет в голову про ярмарку Когда он называет кого-то, да, вот эту роль Человек встает, проворачивается круг на одной ноге И садится обратно И потом, когда ведущий говорит Ярмарка закрывается Все должны быстро поменяться местами То есть это тоже такая Достаточно спокойная Больше разговорная игра на фантазию, да А при этом вот, например, татарские игры У нас были очень буйные, вот так же, как и русские, да Наверное, девочки тоже скажут пару слов, да Как все проходило Да, можно кратенько Давайте про татарскую игру Татарские игры все отражают широту души Они все очень веселые и активные То есть там везде подвижность, движение Дети на данных играх больше веселились, смеялись Вот, потому что там, к примеру, нужно передавать предмет Игра в кульки Передавать предмет можно только вправо и влево от себя И ведущий, который в центре круга Он должен поймать этот кулек своеобразный, который передают И тот, у кого он его забрал, становится следующим ведущим Неплохо То есть все эти игры вы просто сами ищете на просторах интернет В других странах, да, командировку? Да, верно, да Супер, а через несколько лет каким вы видите проект «Народный десант»? Каким бы вы хотели его видеть? Во-первых, конечно, нам все время хочется масштабироваться Да, мы думаем, вот сейчас другие регионы посмотрят Им тоже понравится эта идея И, возможно, где-то еще этот проект зародится Вообще, конечно, хочется, опять же, как я уже говорила Сделать выезды длиннее, населенных пунктов больше Наш состав организационный больше И в саму программу включить вот какие-то еще интересности Да, которые, возможно, у нас тут сейчас появятся Поэтому, ну, в любом случае, у нас вот даже Следующий пилотный выезд мы планируем сделать Да он уже не пилотный, он уже, надеюсь, будет более длительный Да, мы хотим сделать в апреле То есть вот такой небольшой у нас перерыв будет Потому что программа, в принципе, готова Мы можем показать даже гораздо больше, чем вот нам удалось в этот раз Ну и, Ксюш, опять же, тебе вопрос Кратенко, завтра еще у вас стартует один проект Или не у вас ли у тебя, как правильно? Ну, я знаю, что одна команда, да? А проект «Живая книга» Да Что это за проект? И что? В каком направлении? Сейчас расскажу Ну, во-первых, вообще, в принципе, вот Народный десант «Волонтеры дружбы» Его организуют сразу несколько организаций Это и Алтайская краевая организация «Российский союз молодежи» И Молодежная ассамблея народов России «Мы россияне» Алтайское региональное отделение Совместно с нашим управлением молодежной политики Реализация программы общественного развития Край и Краевым дворцом молодежи То есть мы вот такой огромной, огромной компанией Да, все вот это организуем «Живая книга» Это вообще изначально проект Российского союза молодежи Нашего краевой организации Он появился у нас еще в 2017 году То есть у нас он идет достаточно давно Просто во время пандемии нам пришлось перейти в онлайн-формат И из-за этого у нас, к счастью, расширилась география То есть если раньше мы работали с иностранными студентами в городе То потом мы стали работать и с коренными малочисленными народами В том числе и с других регионов И с нашими соотечественниками за рубежом И вот завтра у нас в 14.00 в аккаунте ММС Нижняя Почерки Универсия М22 У нас пройдет трансляция совместно с нашими соотечественниками в Болгарии И вот у них произойдет запуск этого проекта То есть тоже про что я уже говорила Что наш проект пошел дальше То есть у нас он зародился в 2017 году А Болгария подключилась сейчас Им тоже стало интересно Мы им рассказали о том, как это все делается Какая механика запуска И вот мы проводим такой совместный эфир Чтобы и обменяться опытом Поговорить о культуре России и Болгарии И чтобы у них этот проект запустился Ну дай бог То есть это охват и на Европу и на весь мир Да Ну я надеюсь, что будет у вас все замечательно На этом наше время к большому сожалению Подходит к концу Дарите добро и оно обязательно к вам вернется